Стримлю вроде бы здесь, если пропаду ищите здесь, а тут можно поделиться деньгами. Это священное место отмечает акт жертвоприношения святой Иосрильды, и именно там стоит финальная оплот анти-орг альянса. Есть такое подозрение, как будто надо будет на английский игру поставить. Есть такой вайбик, имеется? Доступные награды. Золото, кристаллы, кровавый камень. Так, ну уже ясно то, что игруха жестко ориентированная на мету. Осталось надеяться, что в ней имеется геймплей. Какой-то прикольный персонаж. Покупка. Бля, походу, походу, норм игруха. Аргес, перезарядка приборной панели уменьшается на одну секунду. Лидер способности. Что такое приборная панель? Выберите один навык лидера для использования, когда персонаж является лидером. Блядь, можно поставить английский? А, вот! Dash cooldown decreases by one sec. А там прибор панели какой-то на русском языке было написано. Total health. Ну ладно, давайте, давайте, наверное, отправляться уже, и там посмотрим, что происходит. Комикс. Комикс. Так, левелапанцы предлагают. Мы левелапаемся на основе того, каких персонажей мы взяли в забег, да? У нас нас такова стрелы левелапа. Рина Слайм. Что такое Рина Слайм? Это её так зовут. Она выстрелит пятью наводящимися снарядами с кулдауном 10 секунд. Повышает атак дэмэдж союзников на 5%. Пидокс энд бэн. Повышает критический шанс бомб. Дополнительный прожектайл. Давайте возьмём Сикер Шот. У нас ещё есть, короче, разные типы, да? Рейнджит мили эреа. Мили обилки повышают хп. Рейнджовые повышают дальность дэша. Это повышает мувспид. Какая-то супер пробивающая атака раз в 13 секунд. Атакует на 360 градусов, отталкивая противника в кулдаун 4 секунды. Блин, было бы удобно, чтобы когда ты наводился на общий какой-то скилл, было написано, что он вообще тебе бафает. Кто-то свиток подняли. Повышает критический шанс конкретного персонажа, да? Два дополнительных прожектайла на Сикер Шоте. Наверное, это гуд. Пока вообще непонятно, чё выбирать. Влияли я на что-то. Может быть, есть, кстати, лимит на 3 скилла для каждого героя. Броня какая-то, да? Смайль на хп возьмём. Походу я, короче, набираю по 3 скилла на каждого персонажа, а потом какой-то эквип и статки, да, качаю. Чё, зажило. Нужно постоянно дэши юзать. Для прока обилок. Спинс, аргис, квикли, ту атаку, море, на мисс. Что это значит? Я даже не знаю, как его обилка выглядит. Реально крутиться надо, может быть? Я даже не знаю, как его обилка выглядит. Чё-то там всё проходится, проходится. Ура, виктори! Ну, этого чувака мы вроде сильнее всего и раскачивали. У него итоговый ДПС выше всего. Тяжело пока во всех этих обилках чё-то не путаться. Они все-таки похожи. Чё-то не открывали. Тактикал тренинг. Прокачать здесь можно взаимодействие командное, чтобы они стали словно один юнит. Ой, бля. А больше деньги мне пока некуда тратить, да? Ну, давайте качать. Блаткий лышанс. Всё ещё непонятно, что это такое. Но на это ещё и какой-то ресурс другой нужен. Надо было сюда, наверное, качаться. В инкам. Копейки урона. Я вроде нормально так прокачал. 28% это дохуя. А вейбл ревордс. Если реворд получаешь, то всё, больше получать его не можешь. Рекомендуемый лидер. Спидокс энд бэнк. У него пассивка на криты. Вообще, я могу, по идее, пока не заполнять красные обилки. Так, бомбу мы теперь дохуя кидаем. Блин, ну бомбы, как базовая автоатака, это ужасная хуйня, если честно. По первым впечатлениям, пока не особо понятно. О, кидает два молотова поблизости. После взрыва они наносят урон. Ну, со временем. Давай. Немного холлокьюра тоже есть. Как и немного, наверное, любого другого ампарилайка. Это АОЕ, да? Это не рейнджет скилл. Получается, я могу здесь только мувспид брать, если я вкачиваюсь через этого чела. Я пока не особо понимаю, типа, прикола с тремя челами. Это пока что выглядит как фулл гиммик, честно говоря. Но, наверное, потом на этапе, может быть, проектировки команды можно их с сочетающими собрать. Но у меня три героя, и у них у всех абсолютно разный тип урона. Мне их как-то объединяет даже смысла нет. Давай посмотрим, что дальше будет. Бомбы быстро откатываются, кстати. А хп восстанавливается, что ли, само по себе? В конце они в одного соберутся. Окей, это плюс урон на бомбы. Давай сюда. Здорово, Нойка. Короче, все артефакты пока заметны находятся, да? Артефакт Лайбрари. Это логбук, наверное, просто. Есть какая-то прокачанная версия. Ну, истории персонажей мы читать не будем. Так, хп стон пикап рейндж. Левелап рейрол каунт. Инкрис хп гейн. Дэш каунт. Кристал гейн. Что такое кристал? Это вот валюта, да? Инкрис голд гейн. Я думаю, можно взять. Ага, нужны кристаллы для этого, прекрасно. Сейчас кликаем сюда и можем задонатить. Блять, что-то так хуйчё прокачаешь, если честно. Мы сейчас вроде качнулись, а вроде ничего не взяли полезного. Стреляют пули, которые рикошетят между противниками. Рикошетят три раза. Кулдаун пять секунд. Дабл баррел шортган форвард. Ага. Фронтайл ассалт. Дополнительная пулька. Дополнительная... О, давай на баунсинг дополнительную пулю. Это посильнее. Начало фулу забиваем хуй. Хуйня. Даже смотря на то, что легендарка. Ну всё, придётся брать что-то. Я слишком быстро качаюсь. Я не успеваю ничего делать. Пока что ощущение, как будто от трёх персонажей у меня только геймплей менее разнообразным стал. Как ты рэп праздновать будешь? Буду играть в мастер игры и брата это на свой день рождения. Мультиплеер. Вот и думаю головой в этой игре мультиплеер есть. Какой-то лидерборд появился. Кровавый алтарь. Кристаллы здесь можно получать. Нет, неправда. Кристаллы мы здесь обмениваем на какие-то штуки. Короче, я буду качать урон. Я понял, какая игра. Нихуя качать не даёшь мне? Дэсблум домейн. Тана открылась какая-то. Блин, тут так мало персонажей-то на самом деле, чтобы какое-то интересное комбинировать. Ой, я могу ещё сложность выбрать. Причём только здесь могу сложность выбрать, до этого не мог. О! Предмет, который позволяет крафтить артефакты. Точнее, скилл. Ну, бамбушку мы не берём. Давайте вместо бамбушки возьмём вот этого. Вот так, наверное. Теперь понятно, зачем были вот эти клавиши социальные. Bloodkill and Orc can upgrade Bloodkill level to level 1. Кого, блядь, нахуй? Это вот только сейчас я буду эти кристаллы получать крутые? Какая-то новая полоска. Bloodkill и ревард. Активка. На Shift юзается. Короче, пока выглядит так, как будто милишников к милишникам, ранджевиков к ранджевикам. То есть просто замедление. Была бы здесь какая-нибудь уязвимость, можно было бы подумать. Тогда бы можно было бы каких-то ранджевиков себе в пачку подмешивать. Я всё это время не ковал предмет. Лёгким движением руки я стал ранджевиком. Альтера слышал звук из драконики, когда гладиатор юзает... Скилл смерти вот этот. Который максимальный запас здоровья понижает. Чё-то как-то не ощущается. Вот этот вот Satisfying Moment от взрыва огромных пачек мавцов. Да и пачек-то не огромное количество. Но это самое начало игры. Как-то это основной критерий аддиктивности вампар лайков. Эстетических, если, то да. Для меня всё же геймплей более аддиктивным был. Но хотя... Наверное, когда вышел только первый вампар Сурвайверс, там, признаться честно, реально, на стримы заходишь и просто смотришь, как пачки мобов крошатся и всё. И больше ни о чём не думаешь. Такое было. Но вот где-то на первой игре это всё и закончилось для меня. Что такое блаткилзы? Я так и не понял, если честно. Этого чувака норм качать, по идее, тоже. Он тоже милишник. Ой, на неё тоже милишная атака, да? Пол мили взяли. Наверное... Наверное, это я брать не буду. Это легендарка выпала. Шрик оф дискорд. Это вообще что такое? Я даже не помню, что это. А, это баф. Область действия шриков дискорда. Нахуя? Отталкивание, типа, увеличится. Станет противников. Ресетнул. Не пойму, у неё других легендарок больше никаких нет. Всё ещё не понимаю, почему какие-то подсвечены, какие-то нет. Блаткиллы просто за убийство дают. Да, но вот, типа... А как именно? Почему? Блаткилл, когда с первого удара убиваешь, да ну нафиг, реально? Там же какие-то проценты были, когда объявление появилось. Я чуть играл в это. Оранжевые итемы апнутые версии такого же итема. Есть условный итем на 5% догма, намагая оранжевые на 10%. А, понял. Чё-то тупая эта девочка с молотком, и её вот это ещё атака супер-милишная. Молотком тоже отстойная. Ой, меня застанили. Леджендаря экипировка. Ну да, вон там стрелочка вверх находится рядом с глазом, я даже не обратил внимания сперва. Действительно просто прокачанная версия. Блаткил шанс 3%. 40% атаки, блядь. П-Пет Separys. 49% атака. 40% атака. 50% атака. 40% атака. нему чуж Бус! 50% атака нуля-ка. 100% атака. не такие жесткие снижения давайте возьмем посмотрим что это такое правда скоро уже забег закончится как будто это был вначале где-то брать плантера что-то активка на на копку артефакта отдельного не очень крутая обычно это было бы лучше муж конечно можно какой-то билд накукать где у тебя постоянно артефакты крафтинг а их надо убивать или нет провородец тогда зона исчезнет понял это все да увы не узнаем что за предмет замешался в пул и бать конечно я очень жестко вкладывался по прокачке в тана в итоге чуть-чуть вложившись вот этого чубзика с мечом гораздо эффективнее вышло но она будто full на инкам и возможно ей урон вообще нет смысла качать а качать вот урон типа второму челу новый артефакт 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 у нас появились камни которые я куда-то хотел заложить сюда вроде деньги кончились увы Ага, это видимо Это видимо, короче Просто библиотека по персонажам, да? Можно посмотреть, чё на ком выпадает А я даже не знаю, вот, типа, зачем её брать второй Я не увидел у неё каких-то приятных именно обилок У неё приятные лидер-свойства Вон, на самом деле, обилки не очень какие-то прикольные Мне бы второго милишника открыть Давайте возьмём её по приколу, я не знаю Может быть, какая-то способность у неё была, которую я не заметил Хе, чё сказала? Хм, ну, может, кстати, это неплохо Только непонятно, вот, какой урон у этого Кидает свою наковальню И молния туда будет хуярить Или вокруг неё Окей, это чушь абсолютная В этом мы вообще не вкладываемся Даже несмотря на то, что это легендарка Можно, кстати, баф, наверное, взять от неё Тем более, он считается как мили Так, чё-то, походу, пора начинать менджемить как-то этот Рыбочек Блоткил шансов сикер шот повышается на 20% Бля, ну давай качать её, раз я её взял 60% это 60% Хуясь, апгрейд Ну а вы чё думали, чёт? Мы теперь играем только вот в такие игры Mobile Like Это всё ЗЗЗ Завтра подрубаю Бравл Старс Суперит экспу и золото земли Да не, наверное, не надо Legendary Growth Так, damage and ranged skills Неплохо, XP gain, gold increases Ну возьмём лучшинкам Бля, хуйня нападала Опять снова на эту тану А я ресет ничего не могу A rare fruit that awakens once through power Drops a legendary growth item Или берём вот эту штуку, которую я замешиваю в артефакт-лист Я думаю, надо её доделать В артефактах в игре, кстати, дохуя, походу Я вот не понял, а Повышение блоткил-левела мне вот как-то вредит вообще? Или нет? Или только артефакт даёт награду и всё круто, хапи-хапи Бля, Танна, вот бы на тебя вообще перки не выпадали Что такое blood time is used? Не знаю, что это, но всё, что с blood time надо, мы берём Бля, слишком быстро левелапы в этой игре происходят О, это то, о чём говорили, да, то, что было замешано Короче, он теперь уменьшает gold gain, но даёт нам кучу статов Ну давай Я всё ещё в плюсе по gold gainу, даже несмотря на это Псец, предметов миллиард Что бы мог посоветовать посмотреть по фильмам, сериалам, аниме из недавнего просмотренного тобой Фильм Бонка Недавно Телеги Писал немного про него коротко Классный, добрый, семейный, смешной Фильм С хорошим актёрским кастом Очень классный волшебный мир виллибонки и сладостей Лена сейчас активно смотрит сериал отчаянные домохозяйки Из-за того, что я видел, прикольный сериал, кстати До этого мы с ней посмотрели покерфейс И только после того, как мы посмотрели фул сериал, она мне сказала, что уже смотрела его Ну короче, покерфейс неплохой сирик Но такой с просадками на самом деле Лучше бы покерфейс был бы отдельным полноценным фильмом про казино На, там не знаю, на 2 часа, чем вот именно с сериалом с кучей таких вот историй Потому что половину там можно вырезать Но к концу сезона прикольно развивается Сериал по фоллауту я смотрел, мне понравился Думаю, для игровой экранизации, ну, это чуть ли не одна из лучших, наверное Даже с учётом, там, расхождения в канонах и прочей-прочей хуйни Вот я чуть-чуть походил, у меня уже 4 апгрейда Откуда, кстати, так много? Блин, пацанов, кстати, надо досмотреть Блин, из того, как много выпадает перков Ты уже перестаёшь прям в лютый минмаксинг уходить А просто кликать туда, где вот светится более ярко Наф-нафа победили Виктори! Петик-чатик столько зашёл, как по этой игре Ахиддгем или халтура года Да просто игруха, походу, ничего прям такого особенного Эмблемы какие-то открылись Консил Чемперс Ачивки какие-то здесь, походу Выглядит монстрозно Можно, короче, засунуть Ачивку И для ачивки подобрать рамку Теперь и я, Хорни А почему я только одну могу вставить? Я понять не могу Или просто у меня всего 3 ячейки И это предпросмотр? Я хуй пойму Открываем чела Wait server to respond На онлайновое Так, новый дядя Ринджовый, милишный, непонятно Или АОЕшный Повышает урон всех союзников И кулдауны снижает Кастует какую-то смертоносную магию На цель на 10 секунд Давайте посмотрим сперва Первую магию Можно взять Гоблина С метательным говном А, нихуя себе Это пулемет Ха-ха-ха Магия Нихуя себе, блять Активка Чем больше у меня урона будет Тем больше будет урона у голубя При этом голубь атакует Дольше по времени Чем кулдауна этой способности Значит мы их несколько сможем выпускать Честно говоря, вот пока скилл не возьмешь Вообще не поймешь, что это такое По факту Голубь это турель Хе Я, конечно, это все читаю Но как будто если я буду просто брать обилку И смотреть, как она работает в ингейм То будет даже проще Абуракадабура Ну, абуракудабура Смешно звучит Крапа на мою любимую расу Изолот Гиберлинге Да, они втроем, кстати, бегали И правда При каждом левелапе Максимально 20 раз Попышает Атак дэмэдж Я думаю, надо это брать Магическим образом Достает кролика Спрятанного из шляпы Кролик создает зону Бафа Попышает атак дэмэдж На 40% Мувмент спид Прикольно Я не знаю, надо ли это На основного персонажа брать Хотя я могу его Не основным юзать Все, стоим на месте Теперь в этой зоне Бесконечно долго Синергия Нифигасе Есть обилки, которые объединяются между персонажами Артиллерии будет хуярить по этой зоне Артиллерии Ау Что, теперь все в пердежах Я не понимаю, что происходит Блин, мне не хватает муспида Выйти из зоны взрыва Это печально Силка Я уже пассивно зарегенился практически полностью Временно позволяет юзать все скиллы без перезарядки Включая лидер скиллы Забавно, но Нет, не нужно Сбегал из зоны большой кулдаун О За каждые 10 блат киллзов Максимально 30 раз Повышает урон Крик шанс За каждые 5 блат киллов Какой-то дарк лайтнинг будет хуярить Дай Дай Ура! Какая-то прокачка над прокачкой над прокачкой над прокачкой Кстати о ней Индивидуальная тренировка Бля, чё происходит? Натренировали хуйню какую-то Типа у тебя есть слот В котором может Выпасть что-то, да? Тренировал скилл Ладно, короче Вставлю как есть А то я чё-то валюту нарасходовал Может на тетю надо было накопить? Да, наверное Можно было купить новый персонаж My bad Чё за кактус? Вот это прям Бравл Старс кактус Ловушка Сейчас в льтой прокатимся И буду прокачиваться 10 апгрейдов, блядь 10 апгрейдов за, не знаю За 30 секунд Перед собой бьёт Ну давайте посмотрим Я не помню, что это за обилка Крутит молоты вокруг себя Ммм, да Рейнджик скиллы Неинтересно Муминт спид Это всё не очень интересно, конечно Мили Баф Берём Загипнотизированные противники Тоже мили берём Димай 4 рыцарей каких-то Давай посмотрим Короче, наверное Эти два чела будут Если по скиллам И прокачиваться Это только на бафы А пол урона Будем в одного вливать Чё-то вот эта атака Которая перед собой циклит Как будто хуже Чём просто волна Чё, сундук рандомный появился Легендарка Ура Я думаю, надо нарулить легендарку У нас снова героя, не? Винт слайс Его базовая атака Ну давай Интересно, активка Каким типом урона считается По площади или милишной? Повышает критический урон И ему спит Когда хп ниже 30% Или ни... Короче, ниже 30% Даёт ещё крит урон И ему спит Давай Как будто без минусов Дядька, заебал, станет Плюс красный кристалл выпал Они чё, такие редкие То, что только с босса Одна штука выпадает Блядь, да меня просто заебало То, что всё выпадает на них Как будто от пачки В три персонажа Я только больше страдаю Как думаете, чё с первого места накрутил очки или нет? Сука У него У него 30 миллионов На первой локации С самыми стоковыми персонажами Там у чуваков Как-то эклип с реалом Это ещё нужно открыть Супер какие-то персонажи новые И чё, он на первом месте? Я нихуя не понял Что дают индивидуальные тренировки эти Вот эти понял Вот эти не понял Ты типа берёшь скилл Который прокачивается, что ли? Как-то хуйня непонятная Так, надо вставить второй перк, да? Мне Хватает теперь на декстерити Милишника на походу Бафает милишника Это какой-то рывок, видимо Который заряжать надо Давайте оставим обычную ульту Возьмём милишника И девочку Нормальная рейнджа, кстати О, кстати, у неё отображается, что это По площади бьёт А у милишника Было такое или нет? Я не помню Ключи неё на области И на мили, видимо, скиллы Отключает восстановление здоровья При этом очень сильно бафает Максимальное хп И даёт одно воскрешение, видимо Интересно, он только пассивные рекавери Отключает или нет Это поприкольнее активка Он бессмертный такой Ну, знаете, я, короче Отдаю себе отчёт в том, что Скорее всего, я её больше запускать не буду Поэтому уж надо её рассмотреть до талого Пока прям фул не заебёт Магнит не притягивает хилку Разочарование Привет, становиться киберкотлетой в новом Мартал Комбо тебе не планируешь? Там либо со старта надо было Фуярить в него, либо уже пофиг Да пошли нахуй, разработчики, которые Без VPN еще не поиграть Было в онлайне И почему-то игра напоминает Солстану Сурвайверс, хотя схожесть 0 Потому что схожесть не 0, они действительно похожи В плане максимизации Вот этих статов Урона по области, в плане того, как тебя здесь Атакуют противники В плане мета гринда, игры довольно сильно похожи Мет очень много в Солстане У меня на этим не сильно зашло Но это в какой-то момент в таких играх и является самоцелью Прокачивать бесконечную мету Байбос на миллион кп Я двигаться не могу, встань Блядь, я двигаться не могу, нахуй, встань Дефит Дефит Нормально меня босс застанучил Ну вот и все, ну вот и все Я наигрался Можно посидеть на диком копиуме и представить, что игра раскрывается где-то на Десятом часу геймплея, наверное Но, к сожалению, игра за трех персонажей одновременно выглядит как гиммик А не как какое-то прикольное решение, которое смогли нормально реализовать Вот поиграл я в эту игру с тремя разными персонажами А ощущение ровно точно такое же, как и от игр, где одним персонажем играешь Субтитры создавал DimaTorzok